Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться двумя средствами, которые помогают мне поддерживать идеальный порядок на кухне. Они стали моими настоящими помощниками. Надеюсь, будут полезны и вам. В этом видео я покажу два суперсредства, которые помогают мне справиться с уборкой легко и быстро. Первое средство для стеклокерамических варочных панелей, которые помогают убирать пригоревшие пятна. Мы недавно приобрели новую электроплиту и такое средство нам просто необходимое. Второе средство для ухода за технику из нержавеющей стали. В общем, для холодильника. Она удаляет отпечатки пальцев, грязные пятна какие-то, делает поверхность безупречной, гладкой и блестящей. Вот так выглядит моя варочная панель после готовки. Пригоревшие пятна, следы еды, ну в общем. Для таких загрязнений я использую это средство, потому что это чудо-средство. Она по-настоящему классно отмывает все, удаляет даже самые сложные пятна без разных царапин. Я очень довольна показывала, потому что я хочу показать результат до и после. Хочу показать наглядно, как это средство работает. Значит, друзья, выдавила я небольшое количество этой жидкости на загрязненные участки стеклянной поверхности. Вот. Потом у меня есть вот такая вот замечательная губка, которая шла в наборе вместе с этой жидкостью. Очень классная, удобная. Я довольна. Вот. Равномерно распределила, распределю средства по всей поверхности. И оставлю на пару минут. Для того, чтобы какие-то там активные компоненты растворились, растворили пригоревшие остатки. Ну вот и все, друзья. Удалила средства бумажным полотенцем, вытерла все до блеска. Были некоторые пятна, тяжелые пятна, где мне понадобилось сделать повторение. В целом, я довольна. Это делается все не быстро. Надо потратить некоторое время, да, но оно того стоит. Средство эффективное, хорошее. Вот вам, пожалуйста, результат. От всей души, друзья, рекомендую фирму Вайман. Это американский бренд. Он известный своими средствами для уборки и ухода за поверхностями. Следующее, что мы будем с вами чистить, это холодильник. У нас тоже вот такие вот средства есть, этой же фирмы Вайман, да. Значит, это средство предназначено для очистки и полировки поверхности из нержавеющей стали. Холодильник очень хорошо подходит к этой цели, да. А еще, друзья, мы холодильник наш поцарапали. Не знаю, видно, не видно. У Ляна случайно в эту часть холодильника примагнитила магнит. Обычный магнит для холодильника. И он поцарапал. Хорошо, что это была именно эта часть холодильника. Значит, постараюсь найти, друзья, какое-то загрязненное место на холодильнике и показать вам. Ой, друзья, тяжело найти загрязненное место. В принципе, холодильник чистый у нас, да. Ну вот, нашла. Видно, да. Давайте вместе сейчас проверим, рабочее это средство или нет. Ну что, друзья, нанесем небольшое количество жидкости на поверхность. Именно в эту зону. И затем следом тряпочкой микрофибры мы протираем круговыми движениями. Вообще, надо чуть-чуть, видите, да. Он так хорошо распыливает. Тряпочка мягкая. Ну, что я вам скажу. Это не такое большое загрязнение, да, чтобы оно с этим не справилось. А еще есть влажные салфетки, пропитанные этой жидкостью, тоже как вариант. Так, ну вот, смотрите, друзья, поверхность блестящая и без разных разводов, да. Друзья, еду к подружке в гости, еду одна, Антон, на работе, Миша, в садике, Уля, она в школе. У нас такая будет, такие девчачьи посиделки, еду к ней домой. Она сидит с маленьким ребенком, думала ли сначала посидеть где-то в ресторане, на суши сходить. Но, наверное, сказала, у нас не получится, поэтому позвала домой. Вот, еду с гостинцами, с подарочками. И это такой небольшой подарочек у ее старшей дочери Дженнифер, была недавно, день рождения. Вот, надеюсь, ей это понравится. Чем я еще тут занималась, конечно же, готовкой. На обед у нас сегодня будет рис с трюфелями и другими грибочками. Сорт риса Корнароли. На этот раз у меня он получился нерассыпчатым. Так, и к рису у нас такие вот котлетки. Котлетки, которые не жарились на сковородке в большом количестве масла. А я их готовила в духовке с сыром запекала. Вот, очень-очень вкусные, говяжьи, тоже получились очень сочными, нежными. Обожаю, обожаю готовить котлеты по такому методу. Очень вкусно. Я, наверное, сейчас пообедаю. Новые цветы. Да, друзья, у меня появился новенький букетик цветов. Посмотрите, какая красота. И как же они меня радуют. Обожаю и хризантемы, и гвоздики, и лилия там даже есть. Спасибо большое. Это первый товар из обзора сегодняшних покупок наших продуктов. Цветы. Без них никак уже не обходится. И практически ни одна закупка. Итак, второй продукт это картофан красного цвета в бумажной упаковке. 4,5 килограмма. Как по мне, мне такая упаковка не нравится, потому что не видно картофан внутри. Да и не может проверить. Есть только воздухообмен. Но вдруг там плохая или еще что-то. Ну, вот такое вот. Но, тем не менее. Следующий товар. Яйца. Здесь не побит. 30 штук. Большие. 10 долларов приблизительно. Картошка приблизительно 7-8. Где-то так. А букет цветов? 30 долларов. Ого. Самые красивые выбрал, наверное, да? Выбирал долго, тщательно. Для своей единственной и любимой женщины. Спасибо. Так, двигаемся дальше. Давайте. Не задерживайтесь. Так, Зеленушка. Петро Пукурушка. Ну и покажем, какие пучки здесь, друзья. Допустим. Короче, Петрушка 3 доллара, наверное. 2,50. Смотрите. И укроп. В принципе, такое. Укроп дешевле, да? Или наоборот укроп дороже? Ну, что-то там, да. Не важно. Лука 1,25. Где-то так. Два пучка мы взяли. Огурец. Да. Один. У нас еще половинка осталась. Один огурец. Это я. Взяли у нас закончился... Перекись. Водорода 3-х процентная. Наша бутылка уже закончилась. Мы еще брали до ковида. Представьте, у нас бутылки хватило на сколько лет. Холи. Холи, здрасте. Как дела у вас? Все хорошо? Поздороваешься зрителям. Поздороваешься. Поздороваешься. Стоит хорошая девочка. Кофе. Тебе. Кофе машина. Перец болгарский. Ну или сладкий. Красного цвета. Не буду уверенным, да? Да, да, да. Виноград. Ну, вроде как свеженький хороший. Написано Хронис Ранч. Ранч. Не, ну типа название Ранчо. Это же где-то выращивается. Хронис. Тоже дорого? 8 долларов обошелся. Да. Представляете? Так, все дорого сейчас. А что дешево? Дешево? Ничего. Не, ну что-то ж дешево есть. Так, витамины взяли. Витамин D3. Одна желатинка. Две стоят тысячи единиц. Употребляем мы все минимум 10 тысяч юнитов. Так, это кто схватил? Я. Круассаны шоколадные в виде вот таких вот квадратных. 5 долларов за 4 булочки. Захотелось булочки просто. Булочек. Захотелось булочек просто. Булочки. Можно печь. Я поняла. Булочки вот. Так, взяли мы, взяли мы чили от Тим Хортенс. Мы уже раз брали, нам понравилось. Мы попробовали, кстати, недавно, долго у нас стояло оно в запасе. Кемпинг. Да? Да, мы его покупали на кемпинг. Очень долго, значит. Несколько месяцев, и на днях мы его попробовали, и оказалось, что это довольно-таки неплохое. Даже у Лиана заценила. Ну, Лиана вообще, да, любит такие консервы. А что там такое? Потому что такая... Что здесь? Моя мама, например, она не знает, что это за пыль. В Чили? Спаси Чили. Туда входит фарш. Туда идет фарш. Фасоль. Ну и всякие там овощи. Томаты, в томатной пасте это все тушится. Кальциум флорид, если интересно, цитрик эйси. Короче, вкусная штука, национальное блюдо. Канада. Да. Точно? Я не помню, вроде бы да. Сприн роллы овощные. Да я захотела. Да. Сприн роллы тоже ты захотела. С курицей. А, они разные, я думал одинаковые. Нет, овощные, это с курицей. Ну, наоборот, хорошо. Да, хорошо. Следующий там, а что у нас хлеба нет? Такого нет, цельнозернового нет. А тот я не могу есть. А сэндвичный? А сэндвичный? Вообще, что? Он такой пушистый, легкий, но он чисто для сэндвича. Его чуть-чуть... И в тостер можно поджарить. Его чуть-чуть поджарить. Его поджарить, да. Его слишком не надо. Жаль бы он в сухарик превращается сразу, если его переборщить. Поэтому его надо аккуратненько, на минимум, поджарить. И вот... И с чем он хорошо? Я его тоже не ем. Я ем English Mafia. У меня как-то он не идет ни с сыром, ни с маслом. Ну, для сэндвичей. Скорее всего. Так, да. А такой хлебушек больше я предпочитаю. Короче, предпочитаешь ты, а будут есть все. Потому что я то, что первое вижу, то и... А Уляна говорит, когда видит такой хлеб, а есть нормальный хлеб. А есть у нас нормальный хлеб. Так, следующая в Брюбере. Голубика. И пончики еще одни. Вот это с варенькой. Это я, это с шоколадом тебе, это мне. А ты так хочешь, да? А я думала, это милушка выбрала. Не, прям захотелось булочек. Ну, хорошо. Порадовать свою душеньку. Да, взяли попробовать консерву такую. Макрель. Макрель, помнишь? Треска? Нет. С кумбре? Да. Вле с лимоном и пепперкорн. Хорошо, попробуем. Это так, схватим на перекус. Это чисто перекусик. По-быстрому. Так, кто тут наставил все? Неаккуратно так. Помощь с хитрой. Следующий пакет у нас сегодня представляет сумка Walmart. Ее марш на парень. Пустая. Так, хорошо, знаете, шутки в сторону. Взяли мы, что-то мы подсели на чекен-венц, на крылышки. Баффало, особенно. Самое вкусное это баффало. И неплохо нам еще понравилось соль и перец, но мы взяли в этот раз хонигарлик. Так, следующее... Ой, что там попадали? Бананы. Вязку. Лимон. Один. В чай. В чай, да. Ульяне вот такие вот мини-шоколадки. Но это не протеины, Велия. Нет, это не протеины. Это просто как с гранолой батончики. Они так же идут с сахаром, они так же идут с шоколадом, они так же идут сладкое. То есть простая гранола в шоколаде. Ну, протеин там какой-то же есть? Здесь? Навряд ли. Протеина здесь один грамм. То есть это не протеиновый батончик, чтобы не путали. В общем, шоколадная катля. Да. Еще мы взяли рыбу консервированную, сардины в томатном соусе и сардины с острым перцем каким-то, с халапенем, как на картинке показывают. Это тоже на перекусок. Это мы себя балуем. Иногда вечерами за просмотром фильмов. Не видно переверти. Простите. Это мы балуем себя вот такими этими круглыми пластмассами. Вкусно и полезно, креветки. Да, там уже идется специальный соус для креветок. Ну, как по мне, соус не очень. Мне все-таки понравился наш кетчуп смешанный с хоччили. Да. Здесь же тоже идет какой-то краснуха. Кетчуп смешанный с кетчупом? Нет, кетчуп смешанный с хоччили соусом сладеньким. Хорошо. Это тоже томными вечерами съесть колбаски. Вместо чипсов. Чипсов сегодня не будет. Мы чипсы и колу не взяли. Мы давно колу не брали? Да. Но мы как-то до лета прошло. Ну, не то, что лето прошло. Мы просто решили для всех понизить немножко. Я ее практически не пила. Для всех это для Ульяны. И тебя. Ты тоже. Если есть, ты любитель. Я просто голодный. Да. Но пластные сосиски. Мы взяли оригинал, чтобы для всех не острые. Ни ха, ни гарлик. Потому что еще мала может есть, младшая. Чтобы у нее там бывает краснеть лицо. Вдруг реакция какая-то. Почему голодный, друзья? Мы встретились в Волмарте. Мы встретились в Волмарте. Да. Я уже делала закупку. Он присоединился, по-моему, с пакетами. Присоединился со своими булками. И все. Да. Я огурцом. Вот дает парень. Так. Поэтому еще не инжинал. Вяленое мясо оригинального вкуса. Мы взяли. Мы берем говядину, чтобы тоже для всей семьи. Вместо чипсов. Я не иду по вкусу для всей семьи. Потому что мы не выбираем определенный вкус. Потому что кто-то захочет, кто-то не захочет. Масло. Вот что-то от этого понравился. Быстро масло. За недельку оно и уходит. Странно, что ты не самая дешевая взял. Сначала я думал, разницы нет. Но разницы есть. Естественно. По вкусу я приблизительно не чувствую. Но как бы написано, что только кремовая milk. Крем-милк. Но когда почитал состав, тучно. 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 Но то дороже. Макадемия орехи. Самые любимые. Самые любимые. Мандарины раз. Очень вкусные. Покупали в прошлый раз. И мандарины два. Взяли два пакета. Редиска. Зеленый лучок. Сметанка дома есть. Поэтому будет салат. Я уже нашли не текут. Тормози. Тормози. Тормози, любимый. Не надо так. Салат. О, журноненький. Салат. Да. Давай покажем. Там сырный соус, я думаю, будет. Видишь? Короче, зеленая и красная капуста, зеленый латук, латюс. Салат, листья салата. А, листья салата, короче. Морковка, зеленый лук. Хотя тут его вообще не видно, зеленого лука. Греческий йогурт. Халапеньо, раньше, дресси. Понял? То есть он... Сыр? А сыр при чем? Мексикан бленд чиз. Мне кажется, вот это, что мы макаем? Ну, в общем, сыр какой-то есть. Короче, посмотрим. Попробуем. Мы сегодня еда и попробуем. А это? Это вообще к чему? Решила попробовать такой вид хлебушка для сэндвичей. Уляна нам сказала, заявила, что яйца больше есть не хочет. Хотя... Первая попробовала уже Мьет. Здесь одного нету пакета открыт. Даже двои. Поэтому попробовала что-то новенькое. Часы тоже ела. Не? А что, мне два сняла уже? Не знаю. Может, выпал? Ну, может быть. Так. Еще один продукт для Ульяны. Взяли мы по скидке. Это берет она на обеды в школу. Мне по-быстрому перекусить. Пока ей не надоест. И нам придется искать еще что-то. Пока уже сколько? Месяцем не надоедает. Была скидка. Мы ей дома не разрешаем есть. Мы только в школу, чтобы у нее не забился вкус. И она потом типа... А, все, у меня надоедает. Ну, дома есть нормальная еда. Так. Сливки. Да. Вот, сливки. Смотрим, что нам там говорили. Какие ингредиенты? Крим. Милк. И какая-то целлюлоза гель. Понял? Да. Вот из-за этого что-то. А, еще он. Карагинан. Это, видно, загуститель, да, вроде бы? И целлюлоза гам. То есть, вот сколько в сливках коровьев всего. Таким молоке, я думаю, то же самое будет. А в молоке, в молоке же молоко должно быть, нет? Которая стоит две недели. Короче, добавлен витамин D сюда. Ну, здесь состав, видишь, они не пишут. А, ингредиент. Милк и витамин D. В молоке и так витамин D есть. Ну, типа, они еще добавляют. Ммм, отдельно. Тут написано, витамина D 25% от дневной нормы. Но дневная норма какая? То есть, каждый по-разному свою норму. То есть, мне кажется, здесь всего лишь, что... Если дневную норму они берут за 400 юнитов, то есть... Это где-то, что получается, 100 юнитов. Короче, фигня-фигня, да. То есть, это так, коммерческий ход, якобы, здоровое молоко, пейте наше. У нас там витамина D в кулькин нос. Ой. Сок апельсиновый. Томатный соус. И томатный соус флорентина, шпинаш, чиз. Шутанонька. От фирмы Классика очень вкусный томатный соус. А, ты два раза? Скидка просто, я воспользовалась. Да, это у нас шпинат и сыр. Томат и базилий. Да, вот этот я даже в борщ добавляю. Подливки делаю готовые. А вот в кефире у нас органическая Skim Milk from Grassfit Cows. Травкой, видишь? Есть коровы, которые траву не едят. Наоборот. Если они написали from Grassfit Cows, значит, есть коровы, существуют по-ихнему, которые траву не едят. Ну, логично. Ну, потому что я думал, все коровы траву едят. А тут именно от Grassfit. Значит, в компании думают, что коровы не едят траву. У них делятся коровы, которые едят траву. Так, а может, ты неправильно перевел просто. Я поняла, что коровы, которые ели только траву. От Grassfit? Правильно. Ну, а здесь тоже пишут от Grassfit Cows? Нет. Потому что это же все в маркете. И органическая Whole Milk from Grassfit Cows. Ну, все хорошо. Короче, куча всего. Но, тем не менее, пью кефир в основном я. Мне нравится. Ульяне на тренировку. И последнее на сегодня. Мы купили три пачки минеральной воды. Большой воды нет. Бутылки, которые мы взяли, маленькие. Получается, 3 литра в каждой пачке. И каждая пачка по 8 чем-то долларов. То есть, дешевле, чем если бы мы взяли стекляшку. Такого же объема стеклянных бутылок. Да и вообще, друзья, это дорого. Но воду с крана никак не заставишь себя пить. Не знаю. Она у нас фильтрована. Там у нас фильтр стоит. Но я не могу. А вот эту водичку я могу пить. И 2 литра за день с удовольствием выпивается. Там сахара нет. А с под крана есть добавили. Не, ну эту хочется пить, а ту не хочется. Да, получается 336 долларов сегодня. И 5 долларов у нас было по карточке, по скидке. Сколько? 336 долларов было по карточке, поинтси, которые Мьюшка выпила. Почему так дорого? Что дорого? Нормально вроде. Ничего такого не купили. Ну, мы взяли сосиски сухие и вяленое мясо. Это сколько? Ну, я думаю, около долларов 20. Ну, 3 пачки, это уже 25 долларов. Воды? Да. Ну, за воду я согласна платить. Потому что ее надо пить. Будем сидеть на воде скоро. На минеральной. Поэтому все. Всем спасибо, кто досмотрелся до конца. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Оставайтесь счастливыми вместе с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok